Новый год Далее святитель показывает, что, конечно, ни само по себе перемены дней, ни череда предстоящих дел не могут считаться в полном смысле слова чем-то новым. Так что же, пишет святитель, смысла нет в наших приветствиях, быть не может, чтобы такой всеобщей и древностью освященной обычай не имел смысла и смысла глубокого. Как не подвергаем мы сомнению искренности благожеланий, так не можем обличить их в излишестве и беспредметности. Должно быть нечто истинно новое, в которое, несмотря на окружающую нас ветхость, верует душа, и появление которого готова приветствовать во всем, что в каком-либо отношении кажется новым. Что же это? Будет новое небо и новая земля, говорит Господь. Вот первая истинная новость, она откроется во всей славе уже после кончины мира, но приготовление к ней начато с первых дней бытия неба и земли. Такова первая новость, которую можно назвать вселенскую, но есть подобные же новости для каждого из нас. Аще кто во Христе новая тварь, говорит Писание. Вы знаете, что все силы для новой жизни доверены Святой Церкви, и все истинные сыны Церкви, несомненно, наполняются ими и принимают обновления через них. В этом, братья, предназначение наше. Вот причина, почему мы так любим новое и так заботливо ищем его. Надо стать новыми в себе, и жажда нового будет удовлетворена и постоянно удовлетворяема, ибо новая духовная жизнь во Христе Иисусе по своему существу постоянно нова. Всего досподобит Господь всех нас. Лучшего пожелать вам не могу в нынешнее новое лето. Так святитель Феофан объясняет, почему именно с радостью ассоциируется весть о новом, наступлении нового. Чего именно нового ожидает душа каждого человека, и где она, и как в полной мере может этого нового достичь в полной мере. В свою очередь преподобный Варсонофий Оптинский предупреждал, что в нашей обычной жизни Новый год, конечно, будет нести нам не только радости. Он говорил, «Приветствую всех вас, здесь собравшихся с новолетием. Поздравляю вас с радостями, которые Господь да пошлет вам в наступающем году. Поздравляю вас и со скорбями, которые неизбежно посетят вас и в этом году. Впрочем, не смущайтесь и не бойтесь скорбей. Скорби и радости тесно соединены друг с другом. Вам это кажется странным, но вспомните слова Спасителя. «Жена, когда рождает, скорбь имеет. Когда же родит ребенка, уже не помнит скорби из-за радости, что родился человек в мир. День сменяет ночь, и ночь сменяет день, так и скорби и радость сменяют одна другую. Людям верующим не должны унывать скорбями, они получают право на сыновство, без которого нельзя войти в Царство Небесное». В свою очередь, святитель Гаврил Миретинский предлагал в Новый год подвести христианину итоги ушедшего года. Он говорил, «У мирских людей есть одно замечательное и полезное правило. Как только закончится старый год и начинаются новые, люди различных должностей и профессий составляют годовой отчет о проделанной работе. Отдай, христианин, и сегодня отчет своей совести, и Богу, и узнай, каким образом ты провел в течение прошлого года свою христианскую жизнь. Чисто и скромно, или рассеянно и беспечно. Умножил ли ты в течение прошлого года благодать и добро, или к прежним грехам добавил и новые? Стал ли лучше, духовно или хуже? Приблизился к Богу, или еще больше отдалился от Него? Избавился ли от каких-либо плохих привычек, дурных наклонностей, или, к сожалению, последние боли укрепились в твоей природе? Итак, кем бы ты ни был, в первый день этого Нового года дай отчет самому себе, каким путем исполнял ты свое дело. Жил ли ты по-христиански или подобно язычникам? Обратимся же с мольбой к Богу, чтобы Он всем нам в Новом году дал мир и успех во всяком благом деле, чтобы при этом преимущественно исполняли моего волю. А вот какие слова обращал к твоей пастре святой Иоанн Кронштадтский на Новый год. Творец времен сподобил нас, дорогие братья и сестры, еще увидеть новый по счету год, который по делам нашим и нашим старым привычкам опять будет старым и ветхим. Только святая добродетельная жизнь, соединенная с всегдашним покаянием, обновляет человека на всякий день. И это потому, что в каждом человеке есть семя и зародыш тления, грех, который непрестанно, хотя иногда и незаметно, растлевает все существо человека. Итак, что же после этого значит для нас Новый год? Это еще продолжающееся к нам милосердие и долготерпение Божие, ожидающее нашего исправления. Новый год – это сильное побуждение к нашему покаянию и добрым делам. Будем же каяться, исправляться и приносить Господу плоды добрых дел. Тогда наступивший год будет действительно новым, потому что принесет нам обновление всего существа нашего – души и тела. Я со своей стороны хотел бы присоединиться к этим словам святых отцов и пожелать, чтобы всем нам Господь в наступающем году помог стать ближе к Нему.